История брещанки Даши Сержин известна далеко за пределами города над Бугом. В шесть лет девочке диагностировали острый лимфобластный лейкоз. И вот уже четыре года малышка и ее семья ведут борьбу с тяжелой болезнью. С папой Дашей Александром мы встретились в стенах брестского филиала «Белпочта», где он работает водителем. С фотографией на нас смотрела не по годам повзрослевшая девчушка, которая в свои 10 лет уже знает цену жизни. Мужчина с нежностью рассказывал о дочке и восхищался ее стойкостью. А еще с благодарностью отзывался о людях, неожиданно протянувших руку помощи его малышке Даши. Хотелось бы большое спасибо сказать горжанам Бреста, не только Бреста, всей республики, также организациям многим, которые нам помогли, в частности организациям, которые я работаю, рубил почту и также главному офису, также руководству города. Хотелось бы большое спасибо сказать, что они остались равнодушными к нашей беде. Сегодня Даша с мамой находятся в Германии, в клинике, где врачи предложили один из новых вариантов лечения, который хорошо зарекомендовал себя в борьбе с рецидивами лейкоза. Дают очень высокий процент на положительный результат, это 80%, поэтому мы надеемся, что все будет хорошо. Она сейчас находится в Мюнстере, в Германии, она ожидает результатов анализов на данный момент. Ей должны поставить катетер и дальше по анализам будут назначать какое-то лечение. Средств, которые собрали неравнодушные горожане, предприятия и организации, а это без малого 280 тысяч евро, должно хватить. Свою лепту внесли сотрудники городского исполнительного комитета и районных администраций. Там собрали порядка 2700 рублей. Не осталось в стороне и предприятия, на котором работает папа Даша Сержан. Во время встречи мэра города с горожанами города Бреста мы тоже обратились с просьбой оказать помощь нашему сержану Александру для выздоровления Даши. Александр Степанович чутко откликнулся на нашу просьбу с призывом всех своих коллег тоже помочь Александру. И городскими властями была оказана эта помощь. Мы теперь все вместе ждем, конечно, выздоровления Даши и в следующем году, чтобы она нас в июне месяце пригласила на свой очередной день рождения. Мы с удовольствием к ней придем с подарками. И все же главным подарком для Дашу не стал шанс, который девочке подарили люди, милосердные и сострадающие. Ей шанс стать здоровой, нам быть единым целым.